Салам алейкум, брат Томсо. Почему у тебя антисимпатия к Шевченко? А почему у меня должна быть к нему симпатия? Человек, который сталинист, который фанат Сталина, который представлял на выборах человека, который является фанатом Сталина, который за Сталина вприганулся и даже побил Сванидзе. Почему у меня должна быть к нему симпатия? Человек, который открыто восхищается, кадырован тем, как он в республике порядок навел и прочие вещи. Сидит и перед кадыровым заигрывает перед ним. Мне не нравится все это. И его какие-то речи, которые он в некоторых изданиях говорил, где он защищал хиджаб, высказывался хорошо о мусульманах, о гейдаре, джамаре, допустим, и такие вещи. Да, это хорошо, но это не меняет отношение к нему, потому что в основе своей этот человек симпатизирует, фанатеет, я бы даже сказал, к нашим открытым врагам. Соответственно, он фанатеет к тому, что эти люди над нами делали и над нами до сих пор продолжают делать. Если этот человек сегодняшнюю тиранию, беспредел, который сегодня существует в Чечне, считает порядком, то я не могу как-то иначе к этому человеку относиться. Ас-салам алейкум. Я посмотрел твои видео, не люди и верят твоим словам. Но, во-первых, откуда у тебя вся эта информация? И, во-вторых, на каких ответных фактах ты основывался, что делал вот эти вот? Ас-салам. Я что-то не совсем понял. Что значит, откуда у тебя информация? Там же были все открытые источники. Я же приводил информацию из СМИ. Я же от себя ничего не говорил. Я показал передачу «Точки опоры», показал отрывок из этой передачи, где говорил Рамзан Кадыров и Халастай Масханов, их диалог. Один говорит, что Умаров его похитил и держал 8 месяцев, требуя полтора миллиона долларов. Второй это подтверждает, говорит, что его братья встречались с ним, с Умаровым, и он ничего не мог другого сказать, он только повторял деньги, деньги, деньги. То есть, это не я, это не мои слова, это их слова, я их привожу. Затем опять я показываю сюжет Чеготарка Грозный, где уже судят троих бывших сотрудников полиции. Ну, то есть, бывших, как сейчас, когда говорят бывших, кажется, что они когда-то там были. Не когда-то до своего задержания, и до того, как они посадили в эту клетку, они все действующие сотрудники полиции. Один даже начальник уголовного розыска Ачхой-Мартановского района, забыл сейчас его фамилию, один из этих трех, Алик, Алик какой-то там, Мамакаев, по-моему, эти все люди, действующие сотрудники, их берутся, сажают туда, судят, они отправляются на 14, 15, 16 лет в колонию строгого режима. Потом в этой же передаче говорят, что организатором является Иналова. Я ничего из этого, от себя я ничего не говорил, это не какая-то скрытая информация. Я просто привел все из открытых источников. Надо разбирать между тем, что... А из моей аналитики, что я привел не из каких-то источников, это была история Дашаева. И здесь у меня есть информация. А если кто-то хочет сказать что-то, например, как я это доказываю, да никак, я не буду это доказывать. Эта информация была озвучена для тех, кому надо. Я думаю, они поймут, что с этой информацией делать. Те, кто знают Дашаева, им достаточно понять, откуда он родом, откуда его материнская линия родом, какая фамилия у материнской. Он очень-очень быстро эту информацию проверит. Закомнишь, Шаипа первый раз, когда забрали и посадили с Шахидовым. Вот тогда было то же самое, как с историей похищения того чеченца. То, что говорит на одном видео о Рамзане, совпадало с тем, что... Говорит Шахидов Рамзан, сказал, что они привели Шаипа. Адам говорил, что Шаип сам осознав свою ошибку, попросил встречу зловой по собственному желанию. Таких вот ляпов у них, это вообще-то не проблема. Это никто не обращает внимания. Я еще на более интересный ляпу обращу ваше внимание. Вспомните ту передачу, где Резван Ибрагимов и второй, я не помню, как его зовут. Тоже какой-то горе-писатель. В общем, этих двоих они привели, собрали этот союз писателей, там все они сидят и они отчитывают этих двух... Не поворачивают язык, писатели именно звали. В общем, вот этих двух человек они отчитывают. И в какой-то момент... Вообще, диктор, как бы заявляя об этом, говорит, что они распустили слух, говорит о том, что они были похищены. На самом деле, они не были похищены. И несмотря на то, что они были похищены, это не помешало им сегодня явиться на совещание, говорит диктор. То есть, диктор говорит, что якобы они вот так сами их пригласили, то есть, позвонили, сказали, не пришли бы вы на совещание, на котором мы бы вас всех поругали бы, унизили бы перед народом. И они такие, да, ладно, мы приедем. И они типа сами добровольно приехали, говорит диктор. А Рамзан потом, далее в этой же передаче, Рамзан говорит, я, говорит, до утра вчера, с ночи до утра слушал этого человека и удивлялся. Тому, что он говорит. То есть, понимаешь, он опровергает это. То есть, он уже подтверждает, что ночь они провели с ним. Ночью он их допрашивал и удивлялся тому, что они говорят. То есть, таких моментов там очень многого не бывает. На это уже никто не обращает внимания. Сегодня был вообще крутой ляп у Кадырова. Он делал прямой эфир, по-моему, в ВКонтакте, что ли, или где-то там у него страница. Делал прямой эфир из села Биной, где показывает так пейзаж, горы, потом показывает накрытый стол и затем направляет камеру на Шаа Турлаева, который находится с 2010 года в федеральном розыске. Россия его ищет. И он так, как на него поворачивает камеру, говорит, это лучшие из лучших, комментирует Рамзан. Это показывает, насколько в ничтожном, униженном положении сегодня находятся российские правонарушительные органы, которые не могут задержать на территории республики человека, находящегося в федеральном розыске. А он спокойно живет, передвигается. Такова реальность. Ассаламу алейкум, Тумса. Помнишь, что видео, где Коран смехается над телом Масхадова? Мне кажется, оно тоже пропало. В ютубе нету этого видео. Тоже очистенное. Алейкум ассалам. Я не видел никогда это видео, где он смехался над телом Масхадова. Я видел, где он смехается над телом Абдул-Халима Садулаева. Помни будет его Аллах. Вот это я видел. И это видео есть. Но, по крайней мере, я встречал это видео. Я не знаю, сейчас, если его искать, найдем ли мы его. Но я думаю, что найдем. Все-таки кадыровские хакеры, что ли, его администрация не настолько крута, как путинская, чтобы это все везде удалить. Потому что я и как все остальные регионы России думали, что Чечня это эталон, на кого нужно равняться. Но ты показал их и сильная речь. Я, конечно, удивлен, что вы так думали. И я рад, что я открыл вам глаза. Уже говорили, откуда информация дышает? Ну, я думаю, вы не думаете, что я сейчас так сяду и расскажу все источники информации. Но я одно вам скажу, я как бы немало над этим работал. На этих людей. Как они фабриковали на меня уголовное дело, а я собирал на них досье. Поэтому у меня очень много на них информации. И я там, я про Дашаева, просто чуть-чуть упомянул. Пусть он попробует, что там, заикнуться. Я тогда сделаю отдельный выпуск по нему. Мало не покажется. Потому что ты же недавно говорил, что лучше свою дочь или сестру отдавать за свою культуру. А сейчас говоришь, что отдал ей. Так я и сейчас тебе говорю, что если у тебя есть выбор, за кого отдать, то, конечно, ты отдаешь за того, кто из твоего народа. Если у них одинаковые, допустим, они одинаковые у них по богобоязненности. Вот все-все-все у них одинаково. Но один из твоего народа, другой не из твоего. То есть в этом случае ты, конечно, отдаешь за своего, потому что там обычаи и все-все. А как бы своей тарелкой у тебя будет. А он спрашивает, отдал бы ты, говорит, за представителя другого народа, мусульманина. То есть это уже другой совершенно вопрос. Конечно, отдал бы. Конечно, отдал бы. То как можно не отдать. Субтитры подогнал Игорь Негода.